ПЕСНЯ Дорогие друзья, сегодня, в последний день апреля, мы приветствуем вас на последней отборочной игре нашего клуба «Что, где, когда?» «Музыка»! Сегодня играем Артем Лысенко, любитель позадавать массу разных вопросов. Борис Лоборский, официальное лицо 63-ти. Просто Влад, Влад Кузьмин. Милюшин Андрей, очень важная замена в команде. Иван Селенков хорошо разбирается в технике. И Торков Константин мечтает, чтобы сломался голос, а не рука. Мы играем в «Что, где, когда?» «Музыка» до 6-ти очков. Один раз за игру зал может любезно помочь команде и ответить на какой-то вопрос правильно, а может и неправильно. И чтобы пробиться в финал, команде нужно выиграть за счетом 6-2 или еще с большим разлом, или 6-1. Внимательно слушайте вопросы. Записывайте. И давайте больше версий к капитану. Ну а мы начинаем первый раунд. В этой команде лучше всех крутит волчок. Сразу 13-й сектор. Друзья мои, сейчас вам вынесут... Я вынесу, сказал. Саша. И вам вынесут картинку. Пожалуйста, посмотрите. Так, не обсуждаем. Вопрос ведущего. Вот я вам приготовил такую картинку. Покажите залу тоже. Покажите. Пусть посмотрит. Только тишина. Молчим. Что видим, не обсуждаем. Так, теперь внимание, сразу внимание, вопрос. Просмотрели? Изображение какого блюда вам вынесли. Музыка. Тема музыка. Все, надо подумать. Какое блюдо связано с музыкой? Ребята, это фасоль, потому что это соль. Это фасоль, соль? Там фасоль со плюсом? Не. Фасоль. Есть фасоль, соль? Да. Да. Есть фасоль, соль. Давай ответ за ранее. Суп фасоль. У нас больше нет вариантов. Все, это фасоль. Вы готовы отвечать? Ну давайте, не будем тратить время, я только попрошу полный ответ, исключительно полный ответ. Посмотрите, это блюдо и скажите, что это за блюдо. Кто отвечает? Ну, отвечу я. Мы считаем, что это посолевый суп. 1-0 в пользу на таком. На самые лёгкие вопросы 15 секторов, по-моему. У меня раунд. Скортиночка. Что же? Да, фа. Ноги фа и сон. Это потом съехать. Да, спасибо. Мы начинаем второй раунд. Круки молчал. 12. 12. Внимание, вопрос. Этот инструмент впервые появился в Праге в 1828 году. Что это за инструмент? Надеюсь, вы понимаете, что Прага это не торт. Прага это город. Если в 1828 году что в Праге вообще-то и то, значит, это... Надо понять, что Прага это какой странный город, потому что у нас география и всё плохо. Хотя, не знаю, что вы ещё не понимаете. Прага это странный город. Прага – это страна? Это страна. Это страна? Может, валунка? Валунка? Возможно. Так, кто отвечает? Вазя. Давай вам, не вставай. Мы считаем, что это валунка. Это валунка в 1828 году. Внимание, правильный ответ. Впервые в 1828 году появился аккордеон. Напомните, счет становится 1-1. Громче, громче обсуждайте. Помочь нечем. Итак, третий раунд. Поехали. Молчок. Девятый. Девятый. Или шесть? Девять. Следующий номер какой? Девятый. Если десять, то девятый. Итак, этого зверяка, который любит поспать, Людвиг Иван Бетховен воспел свои песни. Внимание, вопрос. Кто этот зверек? Время. Медведь. Какой-то из песен воспелил? Кто? Медведь. Какой-то из песен воспелил? Медведь. Лунная соната. Что-то похожее. Что-то похожее. Сверлик. Ну, мне кажется, что... Может быть, какой-нибудь медведь? Соната — это соня. Это зверек. А зверек значит, что-то маленькое. Зверек — это маленькое. Значит, какой-нибудь хорек. Хорек. Десять секунд. Может, у зала спросил? Нет. Ну а что нет-то? Если что — помощь. Предлагают вам помощь. У меня нет. Это легко, да. Если слушать. Берёте или не берёте, вы сами отвечаете. Берёте. 20 секунд у зала. Ну, это сурок. Сурок. Сурок всегда со мной есть. Да, ну нет. Конечно. Надо знать такое, да. Так, ваш ответ. Сурок. 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 Ну-ка, ну-ка. О-а-а. Дикция вас подводит не только на конкурсе. Ну, конечно, это правильный ответ. Сурок будет стремительно. Она вот сейчас и появится. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сейчас готовится 2-1 в пользу с натаков, а мы начинаем четвертый раунд. Спасибо за вопрос. Поехали. ПЕСНЯ Ну вот еще один вопрос про инструмент. Молчок молодец. Она была известная еще в Древней Греции. ПЕСНЯ 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 Ну так, надо давать ответ, какой народ изобрел этот инструмент. Пускай включает вклад. Мы считаем, что греки. Греки. А что за инструмент? Арфа. Греция арфа. Файф. Корна муза. В зале есть варианты? Может быть, англичане, английский, рыжок с названием. А какие еще инструменты народные еще нравятся? Вы совсем не перечисляли. Какие народы, что изобретали? Ну, русский балалайка, понятно. Так, еще. Волынка. Волынка, шапланская, да? В 15-й ровке. Так вот, это, ребята, волынка. Это волынка, надо было перечислять. Вы дали ответ про аккордеону волынка, а вот она как раз вам выпала в четвертом раунде. Счет становится 2-2. Опять сравняли, но теперь вам надо всего лишь ответить на 4 вопроса подряд, а не в финале. 2-2. Пятый раунд. Заснул, дорогой, да? Номер 6. Я вам немножко подскажу, что этот вопрос с музыкой, ну прям конкретно, не связан. А. С музыкой. Ответ на вопросе, с музыкой не связан. Ну, вопрос с музыкой не связан. Вообще не связан. Ну, посредственно. То есть связан, но очень связан. Когда Гершвин, кто такой Гершвин? Гершвин. Композитор. Композитор. Какой? Гершин. Американский. Когда Гершвин начал работу над балетом «Американец в Париже», ему, как оказалось, не хватает этого типичного парического музыкального инструмента, который бы создавал ощущение парических улиц. Он и его друг Александр Танцман выследили и украли это в количестве четырёх штук, что помогло Гершвину в написании балета. А теперь, внимание, вопрос. Что же они украли? Я же на берегу музыкального инструмента полу... Нет, с музыкой вообще не созна. Ага, не связан раз музыкальный. А, то есть это что-то для... Значит, какой-нибудь, я не знаю, там, может быть, параматок из-за того? Может быть, то, из чего можно сделать этот инструмент? А зачем? Зачем он ворвать то, из чего делает инструмент, если он мог сразу взять инструмент? Можно каким-то предметом это создать. Они украли всего-то четыре. Мне кажется, вы мне очень внимательно слушаете вопрос, они украли то, что... Это небольшое, это небольшое, и такое чувство, будто это какой-нибудь... Какой каналчик? Какой каналчик? Какой каналчик? Да, мне кажется, вы мне очень внимательно слушаете вопрос, они украли то, что... создавал ощущение парижских улиц. Вот вы это вообще не обсуждали? Ну, да, внимательно слушайте, обсуждайте, старайтесь все, о чем говорят, все это обсудить. Во всем этом подумайте. Так, ну, кто ответит? В помощи зала нет, надо самим наградоваться. Ну, ответим я. Так? Пускай будет монет. 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 Попло, в конечность 4 грёвы. И потом из этих деревьев сделали инструмент. Понятно. Внимание правильно ответить. Для создания ощущения парижских улиц... А Держин когда жил? На Менин. Ну, посмотрите. В Париже очень были распространены такие гудки, рожки на машинах такси. И вот именно их они и украли, с этих машин сняли. А ещё становится 2-3, это был сложный вопрос. Но, надеется, дальше будет победа. Шестой раунд. Номер два. О, интересный вопрос. Вот слушайте внимательно, включайте воображение и память. Исходя из топонимики известного произведения, этого героя следовало бы назвать коллегой Вольфрама фона Шенбаха, а не Бертрана де Борна. Он испытывал муки любви, изгнания, схватку с криминальным миром и триумф победы. Сытому благополучию предпочёл верность старой дружбе и свободу творчества. Внимание, вопрос. Вспомните автора, знакомый вам, ну я думаю, даже с раннего детства. Музыки неразолюдно связаны с образом этого героя. Афер был какой-нибудь, я не знаю, так популярный. В детстве с песней. В детстве с песней. Ну смотрите, если там же Бах, он был на Баха похож, значит это был Бах. Какой-нибудь, я не знаю. Какой Бах. Солнышко. Да вообще поглядим. И где там этот триумф победы или что там? Мама улыбнулась. Моя Россия, наверное, написал этот. Да, как-то было тихо, в зале обсуждали более. Так, ну ответ есть? Ответа нет. В зале. Вы чего догадывались? Вот так мысли пришли, что это может быть Шрайк. Шрайк. А можно еще раз попробовать? Да. Сначала. Исходя из топонимики известного произведения, этот герой следом мог бы назвать коллегой Вольфрама фон Эшенбаха. Это известный имя, запомните его потом. А не Бертрана де Борна. Он испытал муки любви, изгнания, схватку с криминальным миром и триумф победы. Сытому благополучию, предпочем верность ставе дружбе и свободу творчества. Вам надо было назвать автором знакомый с раннего детства. В музыке неразрывно связанный с образом этого героя. Внимание, правильный ответ уже открылся. А, да. Ну, да. Это не вопрос. А, да. Так, правильный ответ. Вольфрам фон Эшенбах – это самый знаменитый мини-зингер. Знаете, кто это? Нет. Мини-зингер. Это вольные музыканты, которые перемещались из города в город, кели на площадях, зарабатывали себе деньги. А вот Бертран де Борн – это в Германии трубадур. Во Франции были трубадуры, а в Германии были мини-зингеры. Вот и тот, и другой. Эшенбах и де Борн – это самый известный от этих музыкантов уличных. И речь идет о трубадуре. А кто написал музыку к бременским музыкантам? Друг. А музыку написал друг Георгия Александровича Струва, композитор Геннадий Гладков. Вот. И вообще много музыки к разных фильмам и мультфильмам. Послушайте. Еще становится 2,4. Надо догонять. Следующий вопрос очень внимательно слушайте. Он будет очень важным. Начинаем седьмой раунд. Крутим алчат. Третий. Номер третий. Сложный. Конечно. Ну как сказать. Вообще про это вопрос уже в нашем клубе. Немецкий композитор Рихард Вагнер в 1863 году посетил Москву. Ну, Кирилл помнит. И дирижировал оркестром на концертах в Большом театре. Слушатели были удивлены поведением дирижера. А точнее, его положением. Его положением. Ну, а теперь, внимание, вопрос. Что так удивило московских слушателей? Другое положение. Может быть, он как-то сидел, лежал, лежал. Нет, лежал, 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 не возможно ходить, сидел. А мне кажется, что он стоял. Ну, положение, может, у него что-то с голосом было? Или он был какой-то больной? Нет, поза нам нужна. Причем тут... Сказано, сказано. Нет, ну если он развернуть положение... Возможно сидел? Возможно. Ну, положение он же... У сидя это слишком бы... Может его вообще не было... Можно на с命 уж Besides, он ушел. А может он же развернулся к залу? Вот такая... Просто развернулся к залу. Баня, был такой вопрос, я помню. Он развернулся к залу или? Да, 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 да. Значит, зал развернулся... Получится, он просто развернулся. Он повернулся к залау, наоборот. Нет! К常ка! Обычный дирижер от ЗАЛОСТЫЙ Сейчас будет всё зависеть от того, кому капитан даст ответ Кто отвечает? Пускай буду я Тихо, тишина Важный момент Что он вернулся к ЗАЛО лицом, а к ОРКЕСТРУ За руками Внимание, правильный ответ А всё удивление было в том, что дирижер Рихард Вагнер дирижировал стоя лицом к ОРКЕСТРУ А до этого все дирижеры в Москве стояли лицом к публике Как вам и сказал правильно Боря Но ты выбрал версию Уже не знаю, кто её давал Но Борис говорил правильно Вы не угадали с положения Пять-два Пять-два К сожалению Ну а мы начинаем, да, посмотрите команду А я хочу доказать А вы догадались? А кто развернул дирижера? Оркестер Мендельсон Первый А Вагнер позже притопил оркестр вместе с дирижером в яму Он придумал В яму, но это попозже Номер какой? Одиннадцать Это одиннадцать цифр, Артём, запомнил Да С латинского языка название этого инструмента переводится как дуновение Внимание, вопрос Третий вопрос про инструмент Дуновение Что это за инструмент? Как майской ночи Дуновение Что мы знаем? Что мы знаем? Мы знаем Может то, что звучит лёгко Дуновение Лошадь Арфа Дуновение 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 Вот мне это типа не знаю А что это? Дуновение Дуновение Может быть смешно Может быть как-то легко Трампон Она ещё скорее всего должна протяжно звучать Труба Трампон 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 тоже тяжёл Волторна Тянется там Да нежно Самое оптимальное количество флейт Ну типа там Да нет, да ты чё вообще А может А что такое? Может волторна? Трампон Нет Трампон Нет Трампон Флейта Это прям что-то Это тяжёлая Флейта Это вот эта дудочка Ну тоже будет зависит от того, кому ты дашь ответ Правильно Итак Что С латинского языка Какой инструмент Название какого инструмента Переводится как Дуновение Дуновение Думай Вкусное Нет Артём, ты отвечаешь? Нет Нужно 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 Правильный ответ Не правильный ответ Владимир что сказал? Свири С вири С вири Аааааааааааа Кто на счету у нас заснул, на счетах? Саша, ты будешь? Все, Кирилл идет. Пять на вид. Девятый раунд. Девятый раунд. Мой волчок и номер 10. Ну, друзья, сегодня просто четвертый вопрос. Просто реальный инструмент. Дело в том, что Почти впервые применил тактику необычную. Он взял и выбрал просто 10 вопросов подряд. С 22 по 32. Получилось 11, но самое сложное, я его выбрал. И прям подряд выбрал так. Получилось против него. Итак, внимание, вопрос. Из какого вечно зеленого дерева делают пианино и скрипки? Вечно зеленый. Вечно зеленый. Вечно зеленый. Е.. 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 Да не так зеленый. Е.. Всегда зеленый, только бамбук. Ничто больше зеленый не бывает. Бамбук, Костя, бамбук. Похожи на бамбук? Да какой бамбук, Антон? Бамбук это не совсем дерево, ребят. Бамбук это не совсем дерево. Ель. Ель не зеленый? Я больше сказала, есть потому что это сделано из бамбука. Но бамбук это не совсем дерево. И ты похож на бамбук. Он всегда зеленый. Где ты видел? Бамбук это не совсем дерево. Бамбук это не совсем дерево, значит ель. Либо бамбук, либо елка. Если неправильный ответ. Мы что-то из дерева. Мы не растерялись, три целых версии, ну ладно, выбирайте. Из какого вечно зеленого дерева делают пианино, рояль и скрипку? И скрипку тоже. Какой? Ель. У вас что? Лиственница. Внимание, правильный ответ. Лиственница. Надо читать про инструменты. Пианино и скрипки делают из ели. Бамбук можно дуть, но нет. Бамбук можно дуть, но нет. Бамбук вечный зеленый тоже. Ну 4-5. Прогресс на лицо, попробуйте дальше. А по-моему? Пятьдесятый раунд. Пятидесятый. Пятидесятый. Пятьдесятый. 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 Название. Название геометрической фигуры РОМ происходит от греческого слова, обозначающего музыкальный инструмент. РОМ происходит от греческого слова, обозначающего музыкальный инструмент. Ну, теперь внимание, вопрос. Вспомните тот РОМ, который может быть изображен на одном листе бумаги от одного до десяти раз. из такого вам ромб и владимир и назовите этот инструмент. Что это за инструмент? А я находит ромба? Я не знаю. Ромба? А не может уместиться от одного донестируя. Подтиши залом. Ром? Это... Ромб areas. на этом сумме типа ну какой-нибудь треугольник треугольник это не ромб ну типа ты знаешь если вот представь если два треугольника сложить берем треугольник и на нем вот так вот ромб сделаем вот такие вот ромбы и вот ну типа и вот тут вот 10 ромбов должно вот так получиться если типа ну типа в треугольнике если это может уместиться по 10 ну если так поместить возможно потому что все равно не будет и что ну типа все может уместить такой правильный ответ я скажу после того как вы его дадите это не так работает здесь так ну значит вам нужно вспомнить ромб который может быть изображен на одном листе бумаги от 1 до 10 раз вот владимир про это знает и назвать этот инструмент Кирилл знает Кирилл тоже знает но у вас нет помощи а на листе где треугольники да ну вам про ромб а вы про треугольник это разные геометрические фигуры ну Кирилл это бубер я вас понимаю это слушайте что говорите ведущие жалко что нет Алекяна не Виталия а Валерия который играл на бубне а ромб можно увидеть на играемых картах допустим в преферансе бубны бубны знаете седьмой и восьмой вопросы вот которые там прикрыты надежно они были легкими но сегодня судьба к сожалению зато 4 на 1 как гадали Валерию и правда ни на том вопросе а 6-4 уже прогресс классы тут мы и не вышли в финал и не выиграли но счет 6-4 я был вообще удивлен что мы на 4 вопроса ответили я думаю что это большой прогресс для нашей команды потому что в прошлый раз были 6-2 или 6-3 что-то я думаю что когда нибудь через какое-то время мы увидим финал я думаю и возможно даже проиграли мне понравилось что мы проиграли мы хорошо сыграли думали я сыграла в качестве незаменимой замены странно звучит но ладно все 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 все